Несколько недель назад стало известно о том, что Александр Цикало женился на модели Дорини Арвин. Пара уже успела появиться на светском мероприятии, где не скрывала чувств и открыто флиртовала на камеру. Многие заметили, продюсер просто светится от счастья и ни на секунду не выпускает супругу из объятий. Даже нить бы Цикало не спешил комментировать отношения. Только когда в сеть попали кадры их совместного отдыха, он рассказал, что у пары все серьезно. Теперь же, став законным супругом, актер решил поделиться подробностями семейной жизни. Так, новая жена вдохновляет звезду на творчество. Александр считает, что чувства помогут преодолеть предел, который неизбежно наступает у любого творческого человека. По его мнению, он заслужил право на настоящую любовь в лице Дариной, пройдя через множество испытаний, поэтому Цикало отказывается называть их встречу судьбой или случаем. Она как наркотик, только естественный, который нельзя купить, признается продюсер. Рассказывая о новой жизни, он задумался над тем, какое бы послание оставил себе 21-летнему. Вспомнив песню письмо Максима Леонидова, в которой тот обращается к самому себе из прошлого, Александр признался, что не хотел бы ничего советовать, ведь если изменить событие в то время, это потянет за собой цепочку и поменяет будущее. А ему бы не хотелось отказываться от всего, чего он достиг. То, что есть сейчас, для меня очень дорого и близко. Я очень люблю свою жену Дарину. Что было позади не важно, важно, что впереди, рассуждает продюсер. Сейчас Цикало с полной уверенностью говорит супруге, ты, мой человек. Хотя признает, что открыться для него всегда сложно. Проще вообще ничего не испытывать, не сражаться, не бороться за любовь, за творчество детей, убеждения. Тогда будешь жить дольше и спокойнее, говорит телезвезда. Новые отношения вдохновили его на подготовку и запуск телевизионных проектов. Он признается, что всегда хотел быть не только лучшим продюсером в России, но и обратить на себя внимание западных компаний. Буду создавать международные сериалы, говорит Цикало. По материалам программы Белая студия телеканала Культура.